Зрители увидели замечательные творческие работы. В каждом представлении была своя изюминка, но объединяла их общая тема. Представления посвящены 60-летнему юбилею Атомного ледокольного флота России. Гости смогли прикоснуться к высокому театральному искусству и насладиться превосходной игрой актёров. Лирическую комедию именем Гомера по мотивам радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов» показали первой. Мальчик Вася Корякин – один из немногих детей, который читает книги о приключениях капитанов. Однажды он узнаёт от дедушки о радиопередаче, находит в интернете аудиозапись и твёрдо решает отправиться в плавание. Следующей на сцене выступила театрально-музыкальная студия «Бригантина». Ребята показали необычайно увлекательное и познавательное морское путешествие. Порой не верится, друзья, но всё-таки бывает. Актёры много пели и танцевали. Последними на сцену вышли самые юные участники фестиваля – детский театр «Гномик». «Волк» и его команда – так называлось драматическое представление по пьесе Сергея Козлова «По зелёным волнам океана». Готовились артисты к игре на сцене долго и упорно. Было тяжело выучить текст, вписаться в музыку, но мы смогли, мы это сделали, у нас получилось. Первое место в школьной лиге заслуженно досталось «Бригантине», второго удостоился «Трамплин», а в профессиональной лиге отличились «Гномики» и стали лучшими профессиональными актёрами. Получить удовольствие от искромётной игры актёров смогли все зрители. Спектакли были глубокими и проникновенными. Концерт очень был яркий, красивый и очень был громкий. Мне понравилось, когда особенно был «Гном театр». Они очень хорошо сыграли и очень красиво. После того, как все спектакли были сыграны, актёры получили интересные книжки и сделали фото на память. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.